Дорогие друзья, здравствуйте! 10 сентября у нас на календаре. Осень, с одной стороны, вступает в свои права, хотя во многих странах, во многих регионах, во многих местах еще, по сути, продолжается календарное эмоциональное лето. И, безусловно, оно продолжается в Турции, о которой мы сегодня и будем говорить. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор порталов «Приан» о недвижимости за рубежом. Я с удовольствием представляю свою очаровательную собеседницу Инну Данилову, руководитель компании «Иннест Холмс». Инна, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп! Спасибо большое, что вы меня так тепло представили. Мы с вами давно знакомы, я всегда рада встрече с вами. Спасибо большое, дорогие друзья! Мы несколько слов буквально о предыстории этого вебинара. Ну, традиционно, во-первых, работает чат, вы можете задавать вопросы, но о предыстории. Мы где-то, наверное, в середине августа, общаясь с Инной, просто о ситуации на рынке, во время диалога я с такой фразой выступил, что, ну, понятное дело, почему там в Турции кто-то интересуется, кто-то не интересуется, почему спрос у кого-то снижается, там же ВМЖ это перестали, по сути, давать какие-то ограничения. Инна возмутилась и вывела мне тираду, что ничего подобного. Кто вам сказал, что вид на жительство в Турции перестали давать? Понятное дело, что и моя фраза была фразой такой, знаете, журналистской, мы выделяем такие какие-то наиболее острые моменты. И реакция Инны была тоже совершенно естественной. Но вот с этого, собственно, мы и начнем сегодняшний разговор. Мы будем говорить, в первую очередь, сейчас о турецком ВМЖ, а потом уже перейдем на, собственно, ситуацию на турецком рынке недвижимости, который, ну, по оценкам при Анж, как ни крути, все равно является рынком номер один для русскоязычных покупателей, для казахстанцев, для украинцев, для россиян. Инна, давайте в двух словах буквально презентацию тоже будем включать о ситуации с видом на жительство. В двух словах не получится, мы много этому времени посвятим. Но вот что работает, как работает и какие, если и но сейчас важны. Пожалуйста. Вид на жительство – это такой документ, который предоставляет возможность жить в стране. То есть не надо путать с какими-то другими документами, которые позволяют вам себя абсолютно чувствовать на уровне, скажем так, граждан страны. Каждая страна, она себя обкладывает, скажем так, определенными законами, нормативно-правовыми актами, которые регулируют статус иностранца в стране. Ну, надо, конечно, начинать говорить с того, что пока необходимость была у огромного количества людей срочно куда-то уехать от непонятности ситуации, от каких-то других факторов, то Турция предоставила не только жителям стран СНГ, бывшего СНГ, прибежище, скажем так, но и позаботилась об определенных документах. А когда только начались какие-то вопросы, связанные с контролем иммиграционного потока, то обрушились блогеры, которые за собой какие-то аудитории туда-сюда водят в интернете, начали говорить все очень плохо. Ну, на самом деле не все очень плохо, и очень много в интернете информации, которая, скажем так, некорректна, если мягко выражаясь. Потому что я всегда люблю говорить так, если мы хотим вылечить зубы, мы не идем к гинекологу, а мы идем к людям, которые узкие специалисты, которые этим занимаются, и которые могут провести, скажем так, анализ длительного периода времени. А не вчера открытая компания, не вчера какие-то получившие информацию люди начинают сразу же рассказывать о том, что они просто все знают. Поэтому достоверность информации имеет огромное стратегическое и важное значение. Вид на жительство. Да-да-да, продолжайте просто. Вид на жительство. Почему? Ну, то есть надо сразу же смотреть на название, что он предоставляет возможность проживания за пределами так называемой формальной туристической визы. Ну, то есть вы приезжая в страну, получаете штамп в паспорте. Это открывает вам возможность для того, чтобы в качестве туриста тут находиться. И, соответственно, вид на жительство, он может ограничен быть сроком. Поэтому есть разные виды на жительство. Тут вот в презентации можно обратить на это внимание. Но прежде всего получателями... Давайте на первую страничку вернемся сейчас. На первую? Вот на это. Кто получает, да? Пожалуйста. Получателями являются собственник недвижимости и ближайшие члены семьи. Это супруг несовершеннолетний. Есть ждивенцы. Ну, ждивенцы – это категории детей, которые могут... Ну, которые... Вернее, людей, которые могут быть инвалидами, например, и так далее, если они входят в состав семьи. Но это немножко отдельная индивидуальная категория. Мы не будем сейчас на ней останавливаться. Также арендаторы недвижимости. Мы тоже о них поговорим чуть ниже. Потому что был период, когда действительно было много отказов по аренде недвижимости. Эта ситуация, она немножко откорректирована в настоящий момент. И введены дополнительные, скажем так, требования. Которые, в принципе, если посмотреть исторически, они тоже были. То есть была всегда эта справка показать, что у вас есть деньги, на которые вы будете жить. Если человек приезжает в другую страну, понятное дело, что он привозит с собой какие-то денежные средства. У него должна быть доходность, как в своей стране проживания, так и в любой другой. И задача государства состоит в том, что покажите нам, что вы завтра не окажетесь за чертой бедности и не погибнете, в конце концов, то есть приезжающие на странице страну. Поэтому эту справку как бы ввели о том, что необходимо показать, какие денежные средства. Далее можно вернуть к презентации, чтобы я поняла, что это лица, которые проходят лечение в случае, если они не имеют болезни, которые представляют угрозу для общественного здравоохранения. Ну, речь идет об каких-то открытых формах туберкулеза, я имею в виду, и так далее. Вы, наверное, много раз слышали, что Турция в последнее время, в последние годы, она ассоциируется не только с недвижимостью, не только с отелями all-inclusive, но также и с медицинским туризмом. Потому что Турция находится в мировом рейтинге выше Российской Федерации, выше Америки по качеству медицинского обслуживания. И я могу сказать, что это точно так, потому что я лечу здесь маму в настоящий момент, и я прям напрямую с медициной, скажем так, столкнулась. Далее вторую страничку можно посмотреть. Да, давайте. Значит, помимо этого, я почему прям две страницы этому уделила, основные выделила категории, потому что много лиц, которые имеют право получить вид на жительство в Турции. Это лица, которые посещают курсы изучения турецкого языка, которые получили высшее образование, которые идут учиться в университет. Ну, тоже есть определенные условия. Лица, которые получают вид на жительство инвестиционный, то есть до гражданства, ведь процедура получения гражданства – это не день, два, три, это несколько месяцев занимает процедура. Так вот, на этот период также выдается инвестиционный вид на жительство. Пока ожидаются документы, подтверждение документов Санкары. Вот, то есть, как мы видим, в принципе, список людей, которые могут получить вид на жительство, он не изменился, он так и есть. Такое существует. Вот тут, простите, я как раз хочу уточнить. Все-таки вот этот момент важный. Как вы справедливо заметили, в 21-м и особенно в 22-м году людей, которые приехали в Турцию, ну, мы это судим по себе, я это просто знаю, там из России очень много людей приехало, у меня из Украины очень много знакомых переехало в Турцию, стали жить. И вот после этого, по-моему, в прошлом, уже в 23-м году, прошла информация о том, что вот ВНЖ, не углубляясь в то, какой, да, просто ВНЖ перестали продлевать. Вот можно ли несколько слов об этом? Вот что перестали и что, по сути, возобновили? Несколько слов можно об этом по факту? Ну, действительно, был период, когда с видом на жительство возникали определенные сложности. Это было связано с тем, что огромное количество людей приехало. И тут нужно понимать, что когда человек подается на гражданство, давайте я без официоза так, ну, буду объяснять, вот как мы в бытовой беседе... Да, объясняем. Я могу, конечно, на какую-то терминологию перейти, ну, зачем это делать? Ну, вот, например, когда человек идет на гражданство, то его документы проверяются очень тщательно. И он должен привести апостелированные свои документы. Он получает гражданство другой страны. И отсюда все вытекающие права и обязанности, соответственно, для него. А когда человек заявляется на вид на жительство, от него такой глобальной, скажем так, глобальных документов не требуется. И глобальной проверки этих документов тоже не производится. Потому что, ну, я так полагаю, что физически таких механизмов просто нету, чтобы каждого человека досконально проверить по Интерполу там и так далее. Но мы же все понимаем, что каждая страна, она должна защищать себя, в том числе свой суверенитет, ну, скажем так, от людей, которые могут представлять определенную опасность для общества. Потому что человек же не в отель приезжает, где обеспечивается безопасность туристов, он приезжает в жилой район города, где живут люди, которые каждый день ходят на работу, приходят с работы, детские парки и так далее. Так вот эту безопасность нужно соблюдать. И лица, которые получили виды на жительство, они тоже должны проходить определенные проверки. И когда замедлился, скажем так, выдача в НЖ, и были даже отказы, очень многие попали под эти отказы по формальным каким-то причинам. Я также встречала... Например? Я, например, встречала такие вот моменты, когда люди некачественно представляли документы, недостаточно правильно их оформили. Может быть, это не люди виноваты, а те помощники, которые взялись им сделать эти документы. И, возможно, я не буду сейчас разбирать каждую ситуацию. Даже вплоть до того, что я встречала такие случаи, когда люди говорят, мы уезжаем, нам не одобрили в НЖ. Я говорю, а покажите бумагу из миграционной службы. А там написано, там фотографию донести надо. А они восприняли эту бумагу как отказ, и им говорят, уезжайте. От незнания каких-то законов, от неправильности каких-то переводов. Кто-то им что-то неправильно перевел. Даже такие вот ситуации бывали. Поэтому каждый случай по ВНЖ, он в принципе индивидуальный. Я не говорю, повальные какие-то ошибки были. Ну нет, конечно, да. Мы признаем тот факт, что государство немножечко сдерживать стало выдачу этих видов нажительства. Но опять-таки потребитель ведь тоже хитрил. Очень часто были случаи, когда люди, например, составляли фиктивные договоры аренды и не проживали по этому адресу. А все уже знают, кто интересуется ВНЖ, что проверки приходят, реально проверяют, живете вы или нет. Например, мы своим клиентам говорим, что проверка может прийти в любое время. В любое время. Это их желание прийти, внезапно устроить проверку, живет тут человек или нет. Вы можете быть на море, вы можете поехать в Каппадокию, в Стамбул, поехали на экскурсии, а в это время пришла проверка. Поэтому мы говорим, обратитесь к соседям, покажите, зафиксируйтесь, что вы тут живете, вы тут есть, тут есть ваши вещи, чтобы вас кто-то видел. Потому что проверка, она спросит у соседей, а вы знаете такого человека? И очень огромное количество было договоров, притавленных в миграционную службу, которые были фиктивны, и де-факто они были фиктивны, если там человек не живет. Такие случаи тоже были. Это история 2022 года? Да, постоянно эта история случается, в любое время. Просто когда больше людей, этих случаев больше, меньше людей случаев меньше. То есть можно ли сказать, что к концу 2022 года скопилась определенная такая критическая масса случаев, когда власти посчитали, что давайте мы введем некие неофициальные ограничения, поскольку ведь, если я не ошибаюсь, официально нигде запрета на выдачу ВНЖ вот по краткосрочной аренде его не было. Был, условно говоря, неофициальный. По краткосрочной аренде вы такой термин сейчас употребили, потому что краткосрочная аренда, по аренде, да. Там от этого слова много чего зависит, поэтому давайте просто по аренде, да, годовой контракт аренды. Да. Значит, что я могу сказать? Запрета на выдачу ВНЖ мы не встречали, такого вот прямо нормативного акта, который бы сказал, все, теперь никому не выдавать ВНЖ. Ну, какие-то внутренние рекомендации миграционная служба, вероятно, принимала по этому поводу. Но я хочу сказать, что когда правильно оформлены документы, я все равно возвращаюсь к этому, то в принципе мы с такими отказами не сталкивались. Я не могу сказать, что мы постоянно занимаемся именно в выдаче на жительство, но у нас есть арендаторы, который этим вопросом обеспокоен. Вот что касается времени, когда это все произошло. Ну, давайте так. Очень много мы знаем стран, которые по аренде выдают виды на жительство. Очень много таких. Вот арендовал любое какое-то жилье, независимо от факторов стоимости этого жилья, какой-то локации, каких-то еще там депозитных мероприятий. Мы много знаем в мире стран, которые, например, с Российской Федерации можно начать, где по виду на жительство гражданину Китая предоставят, например, по аренде предоставят вид на жительство. Очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь, что это будет легко ему сделать. Например. Ну, то есть та сторона нашей аудитории, пусть обратит внимание, что они приезжают, в общем-то, из стран, которые тоже имеют свои определенные законы, и не надо чему-то вдруг удивляться. Так вот, для того, чтобы сдерживать определенный поток, потому что арендатор для страны, он, ну давайте я, может быть, немножко резко даже выражаться буду, но он все-таки финансовую составляющую несет с собой слабую. Это не инвестор для страны, который делает инвестиционные вложения. Государство, в первую очередь, заботится о благосостоянии собственных граждан и их безопасности. Но в то же время Турция, давайте обратим внимание, что Турция предоставила дом для огромного количества людей и продолжает это, в общем-то, делать. Просто она корректирует, что сейчас, ну вот надо нам теперь посмотреть, а вот вы приехали, откуда вы приехали, ну кто вы, да, вот какие у вас вообще желания быть в стране. Поэтому они сказали сейчас так. Мы вам даем 6 месяцев. Это вполне достаточный период времени для того, чтобы определиться. Нравится мне эта страна, не нравится мне эта страна. Хотел бы я здесь проживать или не хотел бы проживать в этой стране. 6 месяцев. Ведь очень много мы встречаемся еще с соупотреблением права. Ну сейчас я чуть ниже об этом скажу. Когда человек делает вид на жительство по принципу, ну пусть будет. Ну пусть будет. Вот это вот не нужно делать, пусть будет. Потому что есть закон, который не вчера принят, он давно этот закон. Он говорит о том, что если более 120 дней подряд человек, сделав в НЖ, отсутствует в стране, значит он что? Не заинтересован в проживании в этой стране. Зачем тебе тогда вид на жительство? Тебе вполне достаточно, ну если по российскому патпорту, 60-дневного пребывания подряд в течение года, два раза в каждом полугодии. Для украинских граждан 90 дней. И так далее. Тогда зачем тебе нужно делать в НЖ, если по принципу пусть будет? Видите, сделав в НЖ, это влияет на другие еще обстоятельства. То есть на заполняемость 20% тех или иных районов. В системе есть данные о том, что этот гражданин сделал в НЖ, его посчитали, его зафиксировали. И дальше, а он уехал на Бали, все, ему не интересно здесь. А у него в НЖ действующий. Таких же было огромное количество людей. Вот сейчас, когда задают вопрос, а когда откроются некоторые районы? Я говорю, мне кажется, что они откроются, наверное, когда перепись населения пройдет. Ведь это же огромное государственное мероприятие, посчитать, сколько уехало, сколько аннулировалось теперь, чтобы открыть эти районы. А закрыли районы под ВНЖ в самых лучших локациях по побережью. Поэтому вот такие вот моменты были, да. Хорошо. Давайте я тогда еще один слайд попрошу вас прокомментировать. Ну, вот мы говорим о, давайте про основные типы ВНЖ, которые сейчас есть. Давайте, да. Значит, собственно, то, что вы мне сказали, из чего началась наша, собственно, подготовка к этому вебинару. Вот тот самый краткосрочный ВНЖ, то есть я называю, я сейчас в терминах буду говорить таких абсолютно неформальных, потому что речь идет о чем? О возможности, купив недвижимость и арендовав вне зависимости от стоимости объекта получить право на нахождение в стране. Да. Давайте мы сразу дадим такой четкий ответ, что купив недвижимость сейчас в Турции за любую сумму, но в открытом районе вы можете получить краткосрочный ВНЖ. Что это такое? Краткосрочный ВНЖ, он дает право на проживание в стране. Ну, он не дает право голосовать за президента, например, он не дает право работать официально. Как, в принципе, любой ВНЖ не дает право работать, потому что, чтобы работать, нужна рабочая виза. Насколько его дают сейчас? На полгода? Сейчас его дают, сейчас его дают на полгода с возможностью продления. Возможность продления, она бывает, ну, скажем так, есть случаи, когда и на год продлевали. Бывает, что дают только на 6 месяцев дальше и продлевает... Это история последних вот месяцев? Да, это последний, да, последний. По разным регионам, я специально, готовясь к вебинару, я специально прозвонила по разным регионам, поговорила с людьми, которые занимаются миграционными вопросами с иностранцами. И вот, например, в Стамбуле, сложный регион, но там действительно можно после 6 месяцев... Я не говорю, что так и будет, но я говорю, что такие случаи, они есть, когда на год продлевают после 6 месяцев. По Анталийскому региону 6 месяцев дают краткосрочный ВНЖ при покупке на любую сумму, дают вот этот туристический, он еще называется, краткосрочный ВНЖ. И потом можно его дальше продлевать. Помимо того факта, что я, ну, там, заявитель купил или арендовал и принес соответствующие официальные документы... Ну, вот у меня девочка, которая, значит, моя соседка, она сейчас арендовала в открытом районе квартиру и получила ВНЖ по аренде в Куньалты. Вот. Что еще она показала? Что еще нужно? Ну, вы сказали, что очень многое зависит от документов, там, иногда фотографий каких-то не хватает. Что еще от тебя потребуют? Или, скажем так, что увеличит твои шансы на получение в текущих реалиях такого вида нажительства? Или, в общем, это такой условно-формальный процесс? Вот в моменте. Нет, это не формальный процесс. Это не формальный процесс. Вы когда-нибудь сдавали документы на американскую визу? Нет, не сдавал. А я сдавала документы на американскую визу. Туда приезжаешь на собеседование вообще без документов. Вот что ты хочешь, то есть и покажешь им. На шенгенские визы ты представляешь какие-то документы в письменном виде, там, из банка, счета, там, и так далее, и тому подобное. Но там нету списка какого-то обязательного. Покажи все, что ты можешь показать, доказав, что твои намерения не миграционные, например, да. В принципе, тот же сценарий и тут. Можно показать максимально все то, что ты можешь сделать. Если ты идешь на туристический ВНЖ, слово туристический в корне, турист, уже должно тебе говорить о том, что можно составить, не полениться, какой-то маршрут, куда ты собираешься поехать, что ты собираешься делать. Но не будешь же ты сидеть шесть месяцев на кухне, ты приехал в страну для того, чтобы здесь вид на жительство получить. Ты что тут будешь делать? Покажи государству, какие у тебя планы, что ты хочешь тут делать? А что значит покажи? Ты просто свободной форме, написать туристический маршрут, в свободной форме, да, написать, представить документы о том, что ты планируешь делать в этой стране. Я даже на случай, когда я хочу приехать и устроиться маникюрщицей, ну о каком туристическом вид на жительстве мы тогда говорим, если человек хочет приехать и работать, причем с большей долей вероятности незаконно. В двух словах. Значит, вот насколько я понимаю, там же есть главный элемент получения этого ВНЖ, когда ты приходишь и подаешь документы или даже отправляешь в электронном виде. Значит, по поводу всех оформления документов, вот этих вот формальностей и деталей, мы будем консультировать в индивидуальном порядке в зависимости от каждой ситуации человека. На сегодняшний момент нужно показать о наличии денежных средств данные, нужно показать, кто конкретно заявляется, все данные на человека. Если это туристический маршрут для усиления, как говорится, картины мира, нужно составить план, какой у тебя план на эти ближайшие 6 месяцев, что ты будешь делать. А также очень часто, если есть знакомые, а у нас такое часто встречается явление, потому что Турция и страны СНГ уже давно обросли различными родознакомствами, друзьями в Турции и так далее, и тому подобное. Если есть человек, который сможет составить обязательства о том, что он гарантирует, что он поможет финансово человеку в случае наступления каких-то непредвиденных обстоятельств, то такое нотариальное утверждение, что я беру на себя такое обязательство со стороны турецкого гражданина усилить шансы, безусловно. Вот я еще когда с вами разговаривала, помните, и вы сегодня начали, что людям, когда надо, они в принципе находят определенные мероприятия, когда мы садимся и индивидуально разговариваем с человеком. Ну, расскажи, вот какие у тебя намерения? Я хочу приехать и купить машину, например, там, но также можно сообщить об этом, что я хочу какие-то инвестиционные вложения сделать, пусть я там не куплю за миллион там какую-то квартиру, ну, какую-то супердорогую, да, ну, какие у тебя есть намерения, потому что, ну, все равно же кейс, он по каждому человеку индивидуальный, и если он ничего не показывает и не рассказывает о себе, ему могут отказать, да. Не вдаваясь в детали, ну, вот лично вы или, может быть, ваши коллеги, вы вот сейчас в моменте сопровождаете людей, у которых там такая есть задачка, нужно что-то получить, или как, или мне кого-то нужно какого-то юриста привлечь, или сейчас не в этом суд, не в юристе делай, не в том человеке, который тебя будет сопровождать. Я так скажу, каждая уважающая себя компания, которая работает с человеком, иностранцем, который не знает законов, не знает, как тут все устроено, и тем более не знает языка, каждая уважающаяся компания, она имеет всегда и тех, кто оформляет в НЖ, и юристов, и мастеров, если краны текут, и уборщиц, и абсолютно весь набор персонала, который необходим отдельно взятому покупателю, либо арендатору. Конечно, сопровождаем, но как мы вас оставим? Хорошо, тогда давайте вот еще о чем. Значит, по-моему, примерно год назад, может быть, это был октябрь, сейчас уже точно не вспомню, появился вроде как закон, который поднял планку получения ВНЖ через покупку недвижимости уже не туристического, и вот фигурирует такая цифра, она официально есть везде, в 200 тысяч долларов в открытых районах. Давайте несколько слов тогда об этом, вот в чем тут все-таки принципиальная разница, действительно ли 200 тысяч, потому что вот работая в ведущем портале по зарубежной недвижимости, мы, как только мы пишем подобную новость, в течение, не знаю, нескольких часов, на нас обрушивается шквал возмущений, что да нет никаких 200 тысяч, мы делаем и за 50, и за 100, а другие пишут, а мы попробовали, а все равно никто ничего не делает. И поскольку большинство людей имя и фамилии свои не говорят, мы находимся в таком, ну, вроде как, уже все официально и вроде как вы даже пообщались с людьми, которые знают, а тут говорят, что все на самом деле и не так. Вот по вашему ощущению, что так, что не так? Да, действительно, такая ситуация имела и имеет место быть, но что здесь важно для себя понять? Значит, когда ввели вот эти 75 тысяч, чуть-чуть про 75, потом про 200. Давайте про 75, и что это такое? Это для туристического ВНЖ такие ввели требования, они, ну, не работают сейчас, 75, вот это не надо. То есть, покупка любой недвижимости, но в открытом районе. А 200 тысяч, а это другой вид ВНЖ, который называется, скажем так, в биходе по Топу. В чем принципиальная разница между туристическим видом на жительство и тем видом на жительство, который по Топу? Он дает возможность через 5 лет получить гражданство. Ну, тоже многие знают о том, что, когда мы покупаем недвижимость, государство предоставляет возможность получить паспорт на более, на более меньших вложениях, чем на паспорт за 400 тысяч. Но тогда требования есть. То есть, мы должны проживать в стране не менее 5 лет и за весь этот период времени выездов должно быть в совокупности не более 6 месяцев. И вообще, когда люди по этому, ну, назовем это натурализацией, скажем так, когда по такому основанию идут потом на паспорт, то первый документ, с которого начинается сбор документов, это справка о въездах и выездах. Ну, она раньше готовилась в течение месяца, я думаю, вряд ли что-то изменилось. И потом уже все остальные документы. Это когда мы идем на после проживания 5 лет в стране. Вот есть ТАПУ. Эта квартира должна так и быть, мы ее не продаем, мы ее показываем все время, берем свежие выписки о том, что все еще нам нет и квартиры и так далее. Вот тогда мы идем на паспорт по этой покупке. Вот 200 тысяч сейчас поставили, чтобы получить по ТАПУ такую, такую ванажа. Напомню, друзья, мы беседуем с руководителем компании Нест Холмс Иной Даниловой, говорим о недвижимости Турции. Елена, я видела ваш вопрос, обязательно сейчас отдельно задам его, и еще, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, контакты тоже на экране, можете обращаться, и уже после того, как закончится наш прямой эфир. Все-таки вот, что я тогда хочу уточнить. А как относиться к истории, что выдают вот такой ВНЖ даже в некоторых районах, я слышал истории из Анкары, слышал истории из Мерсина, что даже, ну, идут навстречу, и если даже покупка меньше, чем 200 тысяч, такой ВНЖ все равно получить можно. И насколько его легче выдают или сложнее по сравнению с туристическим? Ваше ощущение? Ну, вот смотрите, ситуация, которая связана с 200 тысячами, эта ситуация была многими людьми обжалована в суд. То есть, законодательно нигде не предусмотрено о том, что я должен совершить покупку на 200 тысяч. Ну, не нашли мы такого закона. И есть несколько судебных производств сейчас по побережью, где люди обратились в суд и сказали, покажите нам, на какой закон вы ссылаетесь, отказывая нам получить ВНЖ значит, по ТАПУ на меньшую сумму. Эти все дела, которые я знаю со слов наших юристов, они все были выиграны в пользу людей, потому что миграционная служба, придя в судебное заседание, представила только такое возражение устное, что у них есть какая-то внутренняя там инструкция. Никто ее не видел, суд просил ее показать, чтобы все могли ее почитать, а они ее не представили. Но я не могу сейчас ссылаться как судебный прецедент на эти суды, потому что они ушли в апелляцию. А в судебных заседаниях в Турции большие перерывы между судами, по 6 месяцев, по 8 месяцев могут быть перерывы между судебными заседаниями. И я думаю, что к концу года, в следующем году мы уже получим реальные результаты. Насколько я знаю, по Черноморскому побережью есть вступившие в законную силу решения судов, где действия миграционной службы обжалуются в пользу людей. Но это судебный процесс, нужно понимать, что не каждый готов, я не хочу судиться. Или кто-то говорит там, да. Ну, то есть нужно понимать, что это не какая-то автоматическая ситуация, написали возражение и нам на него ответили. Нет, это судебный процесс, где стороны бьются, вот смотрите, апелляцию написали миграционка, не согласны они там с чем-то. Закон такого мы не видели, о том, что 200 тысяч. Но такие факты фактически имеют место быть, что дают в НСЖ по покупке 200 тысяч вообще без проблем. Меньше придется пободаться. Давайте, вот Елена задала два вопроса. Во-первых, имеет ли значение покупка в кредит или стопроцентная оплата, если мы говорим о оплате по ТАПу? Ну, как ни странно, вот в Турции я не то, что читал, даже знаю пару примеров, когда люди брали и покупали жили не в рассрочку, а в кредит. и понятно, что процент не самый интересный, потому что, насколько я помню, эта история была не в лирах, а в долларах или евро, а соответственно, любой процент в этом случае был не самый веселый. Под кредитом и не кредитом в таких случаях, что вы можете сказать? Ну, это же совершенно будут разные взаимоотношения. Для того, чтобы купить квартиру, вы где-то взяли денег, заняли их у Филиппа Березина, либо же взяли их у банка. Это же там у вас своя уже, как говорится, кутерьма будет. Ваша главная задача показать документ о праве собственности. Если вы показываете документ о праве собственности, ну, окей, вопрос. Там по гражданству надо с юристами поговорить, кредиты. Так я другое хочу сказать. В Анталии практически, я не знаю кейсов за последний год выдачи кредита, ипотечного кредита иностранцам. Не дают. И рассрочки, только рассрочки. Дают рассрочки, либо вы где-то берете заемные деньги в другом источнике. А Ланья вроде как пару банков там давали, но это все равно не очень большая сумма. Вот я слышал, я сейчас не могу, может быть, даже я по Стамбулу это слышал, но по крайней мере сталкивался, потому что там информация всякая стекается. Пока кредит, кредитные истории их даже не надо обсуждать, и на сегодняшний момент не распространена практика по иностранцам. Да я даже могу сказать, что и до известных событий, в общем-то, уже давали как-то последние года три такснотяжка. Кредит под высокие проценты и суммы небольшие. Но мы же знаем историю с рыночной и кадастровой стоимостью. Банк оценит квартиру, тебе нужно 50 тысяч долларов на кредит, он даст 5. Ну, как бы ситуацию это не спасает, если мы говорим об ипотечных кредитах. Окей. Давайте, Елена, еще в продолжении тоже скажем несколько слов на то, о чем мы тоже с вами говорили. Хотелось бы еще на что обратить внимание. Тоже готовясь к вебинару, мы с вами обсуждали такую историю. Предположим, у человека есть задача пожить. Он не собирается работать, то есть с этой точки зрения он, в общем, собирается вести себя как законопослушный человек, но он просто хочет находиться в Турции. И, в общем, даже, может быть, не особенно собирается путешествовать по стране. Тем более, если таких примеров очень много, если у него есть какой-то контракт с фирмой, которая находится там, не знаю, неважно где. В США, в России он просто живет такой жизнью. Окей. При этом квартиру он снимает или тем более покупает, но чаще все-таки снимает. И в дальнейшем он хочет пролонгировать это разрешение. И вы говорите о том, что сталкивались с ситуацией, когда человек в этот момент меняет основание, на котором он получает ВНЖ. Можно несколько слов об этом, какие здесь есть, в какую сторону человек в принципе может подумать, какие здесь варианты есть? Ну, давайте начнем с того, я немножко не поняла вопрос, давайте начнем с того, что у Турции есть возможность изменения вида на жительство, то есть, если сегодня это был студенческий вид на жительство, меня отчислили из университета, но я хочу остаться в стране, я могу податься на туристический, по той же аренде, например, представив опять-таки документы о том, что я тут буду делать и кто я вообще такой, либо я был туристом и я познакомилась с счастливой какая-то история и я теперь замуж выхожу, мы меняем опять вид на жительство, то есть, вот эти статусы есть возможность их изменения, если вот как вы рассказываетесь, человек имеет какую-то доходность, например, он хочет пожить в стране не покупая недвижимость, но опять-таки в открытом районе, то есть, это если вновь прибывший человек, то условие, первое, с чего начинаться будет родина, это, конечно, будет открытый район, закрытый район, он потому и закрытый, что там уже много иностранцев, все, мы не идем туда, да, уже переизбыток, вот когда откроют или изменят как-то статус, придумают какую-то другую терминологию, будем посмотреть, что будет там впереди, но мы не знаем, что будет завтра, можем предполагать только, что эти районы откроются рано или поздно, потому что какое-то количество людей уезжает, какое-то количество людей не продлевает в НСЖ, какое-то количество людей аннулировали в НСЖ и так далее, и тому подобное, от этого, конечно, будет меняться численность от этих обстоятельств, но на это нужно время определенное. Так вот, если он прибывший, то, конечно, с соблюдением вот этих условий, пожалуйста, если он продлевается, то тут нужно понимать, мы о чем говорим, он новую квартиру нашел в другом районе, тогда он меняет адрес, переезжает в другой район, этот район в другом месте, а если он уже делал себе вид на жительство в открытом районе, там, или даже район закрылся, но он хочет продолжать его продлевать, и у него по этому адресу был в НСЖ, пожалуйста, продлевайте, ну, просто представьте, теперь дополнительные документы, которые сейчас требуют, там, наличие денег, например. Пару моментов, немножко в сторону уйдем, несколько раз уже говорили о закрытых районах, по-моему, как раз, в 22-м году, это более тысячи их появилось, то есть тех районов, в которых оформить вид на жительство иностранец не может, просто, ну, из-за того, что в этом районе больше доля уже иностранцев с ВНЖ. Как сейчас, вот последние, там, с начала года или, может быть, с начала лета, список этих районов, по-моему, не расширился и не заузился, то есть какая-то, сейчас такая стабильная ситуация. Да, так и есть, нового ничего не закрыли, так все и есть. И вы сказали, что, ну, ожидать каких-то изменений, на ваш взгляд, можно в случае, если будет, ну, какая-то, ну, перепись или какая-то массовая аналитическая работа, значительная проведена турецкими властями, чтобы понять это, можно открывать какие-то районы или нет. То есть вы чего ждете? Ну, я могу, во-первых, я хочу сказать два слова немножко о Турции. Живя тут уже почти 15 лет, я могу сказать, что я всем всегда говорю, что Турция такая уникальная страна, что тут, в принципе, ничего не бывает долго и не бывает вот так вот раз и как-то все прям навсегда. То есть она очень гибкая по отношению там к каким-то инвестиционным изменениям, по отношению к приезжающим и уезжающим гражданам, по законам и так далее. В принципе, все достаточно быстро происходит. Как я сказала, для того, чтобы открыть те или иные районы, ну, нужно провести ряд мероприятий. Какие это будут мероприятия? Будет это перепись населения, по-моему, она каждые пять лет происходит. Будет ли это, допустим, опять-таки перья, ну, так сказать, так, слово забыла, когда контроль какой-то происходит, допустим, тех видов на жительство, которые были выданы по этим районам. Потому что некоторые районы не такие уж и большие, как может показаться. Когда мы говорим, там, в районе Кони-Алты закрыт, нет, 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 минуточку, ни Кони-Алты закрыт, Кони-Алты, это почти 300 тысяч жителей, это огромный район города. И в нем закрыты три улицы, Лиман, Хурма и Сары-Су. Это небольшая территория, и не огромное количество людей здесь живет. То могут какие-то повлиять факторы, связанные с тем, что застройщики, например, могут, скажем так, права свои качать, мы хотим продавать, строить, открывать районы под иностранцев. То есть, какие факторы сойдутся, там будем уже смотреть. Ну, у меня, например, мысль такая есть, что районы, в которых земельные ресурсы под какое-то дополнительное инвестирование и строительство, в малом, скажем так, количестве, то и необходимости их открывать у государства может не возникнуть. А те районы, которые, ну, интересные, популярные, будет определенный какой-то прессинг, будут какие-то, ну, мысли возникать, они могут быть, открыться, могут открыться. Но я сомневаюсь, что это будет хотя бы в этом году. Ну, как бы нет. Государству же есть еще куча других задач. Ну, вот реплика, да, от нашего зрителя Алексея, что мы сильно заявляли тему вебинара ВНЖ Турции стал проще. В чем же он стал проще? Ну, с моей точки зрения, хотя бы в том, что вот ситуация, там, ну, полугодичной давности, когда значительная часть районов была закрыта, да, не закрыта, когда, ну, просто количество отказов вот в выдаче ВНЖ через покупку или аренду за любую сумму, они были, ну, массовые. К лету эта ситуация, в общем, немножко упростилась, на мой взгляд. Давайте смотреть на вещи реально. Когда человек говорит, я хочу на топу, я говорю, а вы уверены, что вы пять лет тут проживете, никуда не уезжая? Ну, вот прям все вот собрались, все, вы уезжаете, через год, через два ситуация не изменится у вас в жизни, вы прям все тут приехали. Ну, как бы нет, никто не может на пятилетний период времени дать такую, скажем так, прогноз себе. Также было, почему он стал проще, я прямо отвечу. Был период, когда до 75 тысяч даже туристически отказывали по покупке. Сейчас я повторюсь, при покупке на любую сумму можно получить вид на жительство в открытом районе. Открытых районов мало, немного. Например, если мы берем Анталию, почти весь город открыт, то есть выбор, где можно купить квартиры огромен. То есть, закрытых районов в Анталии мало? Открытых, наоборот, перечень открытых. Открытых много, закрытых мало? Да, почти весь город, а вот закрытых мало. То есть, когда говорят, там закрытые районы, ну да, они есть, но их мало. Ну, например, взять центр и Конья-Алты, три улицы закрыты в Конья-Алты. Пожалуйста, огромная часть другая пошла Конья-Алты, в том числе, первая береговая линия, вторая береговая линия, пожалуйста, районы университета, районы Гюрсу, Унджалы, ну, кто ищет эту недвижимость, знают эти районы по Анталии. Пожалуйста, в Алании много закрытых районов, но также много и открытых районов. Дальше двигаемся, Кемер весь открыт, пожалуйста, вперед, весь Кемер. И так далее. Открытых районов, ну, ну, огромное количество, чем закрытых. Закрытых мало. Это так от Мерсина, так Бодрума. Поэтому, вот, ваше стало проще, да. Я прошу еще вас прокомментировать тогда вот этот вот слайд. Тут, ну, может быть, в завершении этой части нашего вебинара. Дело в том, что, опять же, когда мы общались, вы рассказали историю. Честно говоря, я вот, знаете, такие истории, когда люди там приходят с большими чемоданами наличных, я в них, ну, как бы, не очень верю. Мне кажется, что люди все знают все. Я тоже так думаю. Что можно, чего нельзя, но, как выясняется, для кого-то важна и такая информация, поэтому давайте, ну, буквально, подытоживая вот эту часть, несколько слов, скажем. Во-первых, это реальная ситуация, которая была не так давно, когда человек, когда человек задает нам вопрос, а долго мне еще ходить с наличным миллионом в рюкзаке? Мы говорим, а почему вы это делаете? Риэлтор, ему какой-то другой риэлтор сказала, что покупка на гражданство только за наличные деньги, и вам надо срочно снять деньги. Он снял, ходит, выбирает квартиру с этими деньгами. Я говорю, ну, тут ровно наоборот, что покупка на гражданство это только перевод денег на счет покупателю, и не каждому еще покупателю, да, там есть ряд определенных требований и критериев, как это делается сделка. Но это реальный, реальный кейс, вот, меньше месяца назад ситуация была. Да, действительно, я тоже думала, что все все знают. То есть, он все знал, у него было нормально, пока он не встретился с каким-то замечательным риэлтором, который ему вот дала такие советы. Вы знаете, я правда, я продолжаю вести борьбу с недобросовестными арендаторами и с недобросовестными советчиками. Я прям активный борец за это. Я в свое время, когда работала адвокатом, я говорила, вот, вы знаете, можно достичь высочайших вершин, там, юриспруденции, стать судьей конституционного суда, там, кем угодно, но ты бессилен против того, что сказала тетя Маша на рынке. Все, вот она знает. И, к сожалению, люди прислушиваются к таким советчикам, а еще они думают, что они все могут прочитать в интернете. Это как диагноз себе ставить по интернету. Знаете, я что-то заболела у меня однажды. Батюшки, я думаю, я вообще не вылечусь. Тоже почитаю. Это такая же история и здесь, правда. Ну, надо обращаться только к профессиональным компаниям и вообще каждого отдельно взятого риэлтора пропросить показать его лицензию. Ну, на секундочку. И тогда еще один момент, вот, пункту 3, который, может быть, кто-то из наших зрителей видит на этом слайде. Тут история такая. Буквально в конце августа это было. Несколько телеграм-каналов опубликовали информацию с цитатой какого-то турецкого чиновника о том, что туристический ВНЖ может быть закрыт. Несколько слов об этом. Что это? И паниковать, не паниковать, не паниковать. В моем случае не надо, но просто о чем идет, собственно, речь в данном случае. Потому что, насколько я знаю, вы тоже эту цитату видели. Ну, во-первых, в этой его цитате, ну, это не цитата, это был рассказ. Употреблялась определенная категория иностранцев, а именно сирийцы, если я не ошибаюсь. Но закон же не может четко сказать, вот для сирийцев так, или для русских будет так. Это уже будет не в законе написано, а в каких-то методических указаниях службы определенной, по каким категориям граждан. Например, есть АХСК, там по ним отдельная категория, там нормативно-правовых актов существует, когда они могут получить по тюркской национальности, там постоянно вид на жительство. Например, у них есть такие привилегии. Но это отдельные указы уже президента и так далее. Это не федеральный закон. Что касается ситуации, он сказал так, что кто хочет сюда приехать работать, тот будет оформлять рабочую визу у себя на родине. для того, чтобы избежать ситуации, когда человек оформляет туристический вид на жительство, приезжает сюда и начинает работать, либо начинает здесь заниматься оформлением рабочей визы. Вот этот момент они хотят корректировать, что если приезжает человек с намерениями работать, то будет процедура другая. Ну, мы же услышали все, как услышали, да, влогеры особенно. Окей. Ну, вот еще одно уточнение. Вот, Алексей, за еще такой вопрос. Вопрос, что называется, в бровь, а в глаз. Предоставляете ли вы там стопроцентную гарантию или какую-то гарантию получения туристического ВНЖ при покупке квартиры меньше 200 тысяч долларов? Туристического ВНЖ? Апострофой. Ладно, 200 тысяч долларов в открытом районе. То есть, какие гарантии в данном случае есть? Вот, переформулируя, может быть, немножко вопрос. Я думаю, что если бы я сейчас здесь сидела как должностное лицо, у которого есть полномочия выдать Алексею или не выдать ВНЖ, и моя подпись с печатью там бы стояла, то я бы тогда сказала, да или нет. Как я могу за миграционную службу давать стопроцентную гарантию, что дадут? А может быть, Алексей в Интерполе в розыске находится? Или еще какие-то у него сложности в жизни есть? Ну, я же не знаю. Я вам говорю, что сейчас при покупке на любую сумму в открытом районе вы можете получить туристический ВНЖ, и можно меньше 200 покупать. И такие варианты, кстати, есть. Меньше 200. А то сейчас еще про цены, да, нас начнут спрашивать. Вот как раз мы к ценам с вами и перейдем. Потому что тут история такая, ну, в любом случае, про это стоило бы сказать, потому что, опять же, про цены, когда говорят про любую страну, это всегда очень важно. А тут история про Турцию совершенно особая. Недавно, наконец, я увидел тот отчет, который совпадает с моим таким ощущением о ценах на недвижимость. Да, дело все в том, что мы все знаем про гигантскую инфляцию в Турции в лирах. Собственно, я вот недавно побывал в Стамбуле, я действительно те цены, которые я увидел в лирах, так лучше и не смотрел бы. Слава Богу, приехал туда, естественно, не с лирами. Тем не менее, рост цен в лирах и инфляция в лирах и рост цен или не рост цен в долларах или в евро это вещь совершенно разная. Вот несколько слов про ваши ощущения. Возвращаясь к тому отчету, который я недавно прочел, я наконец увидел комментарий следующего рода, что в лирах цены выросли, в долларах и в евро мы наблюдаем снижение и уж точно цены на недвижимость растут медленнее, чем инфляция. Вот здесь просто ваши ощущения о рынке, о предложении. Сергей, ваш вопрос видел, обязательно задам. Когда-то я купила себе автомобиль за 28 тысяч лир. На сегодняшний момент 28 тысяч лир не делает даже тысячу долларов. Давайте начнем с этого. Давайте мы, когда употребляем слово инфляция или когда наши зрители употребляют слово инфляция, то мы будем понимать, что за этой инфляцией стоит. Вот я недавно прочитала отчет, что с апреля лира просела всего на 3%. Например, есть еще и такие данные. Действительно, лира просела. Но по отношению, когда мы говорим о долларах, и мне всегда очень удивительно, когда это говорят иностранцы, которые не зарабатывают в лирах, которые привозят сюда валюту, которые совершенно забыли, что несколько лет назад многие русскоязычные граждане занимались откровенной спекуляцией, когда привозили рубли и через лиру покупали доллары, потому что курсы были, ну, более чем удобные для многих людей. Тогда никто не выступал и не критиковал Турцию. Всем все нравилось, когда все было дешево и бесплатно. Так вот я хотела бы спросить сейчас, а почему мы не считаем, что тысяча лир это чуть меньше 30 всего лишь долларов? А сегодня я заплатила, например, за свет 500 лир. Это там что-то меньше 20 долларов. То есть мы увидели тысяча лир, две тысячи лир. Нам это все страшно и как бы очень непонятно. Когда я только приехала, у меня зарплата была тысяча лир, на которой должна была месяц жить. То есть в отношении цен, да, на что-то поднялись цены. Но если мы начинаем переводить в валюту, то я не наблюдаю сильно большого роста цен. Я вместе с тем посмотрела, в Москве за последние 10 лет на тысячу процентов увеличилась стоимость недвижимости, например. Я не припомню, например, время, когда недвижимость в Москве оценивалась в триллионами рублей. Это что за слово такое? Я его в школе только изучала, триллионами рублей вообще. А это не говорит о какой-то инфляции? Только Турция, что ли, подвергла с инфляцией? Те, кто заинтересованы в покупке недвижимости в Турции, мне интересно оценивать стоимость недвижимости в Москве. Нет. У меня вот буквально сейчас были покупатели, которые начали разговор с того, что говорят, а сколько стоит вот эта квартира? Да, задают вопрос. Я говорю, она... Нет, не так они спросили. Она говорит, сколько стоит паспорт? На паспорт надо, какую сумму нужно на паспорт? Хотим паспорт. Я говорю, 400 тысяч долларов должна быть стоимость, кадастровая стоимость вашей покупки. Вы можете выбрать и более дорогостоящий объект, но самый главный вопрос – это именно кадастровая стоимость. И пока еще можно купить несколько объектов, есть совокупность на эту сумму, да, и так далее. Женщина сидит и говорит, 40 миллионов рублей, что ли? Я говорю, ну, сейчас посмотрим курс. Ну, наверное, да. Она говорит, ну, как обычная квартира в Москве. Как обычно. То есть без вот этих вот всех вещей, там, 10 минут до моря, бассейн вот так вот спустился, охрана, камеры, там, садовник. Вот без этого всего. Просто обычная квартира, говорит, 40 миллионов, как в Москве. Мы просто, знаете, вот этот период долго, он долго бы все равно не продержался. И в тот момент мы покупателям говорили, сейчас, тогда, несколько лет назад, сейчас Турция оказалась в такой ситуации, что у нее как бы нет вот этого вот прыжка инфляции сильной. Она долго засиделась в этих ценах. Это не могло продолжаться вечно. Не могло. Конечно, и Турцию постигла ситуация, связанная с инфляцией в разных странах. На это карантин, в том числе, тоже повлиял, когда замедлились экономические процессы везде. Безусловно, это ожидаемая была ситуация. Плюс еще ряд каких-то там политических моментов на общей мировой арене. Хорошо. Ну, если мы говорим о ценах в долларах и евро, то есть в тех ценах, в которых, в любом случае, турецкую недвижимость оценивает подавляющее большинство потенциальных покупателей. Ваши ощущения? Ощущение последних месяцев, может быть, ощущение этого лета. Что произошло? Какие здесь есть возможности? Или, по большому счету, наоборот, даже в СКВ цены сейчас становятся в моменте менее интересными, чем они были 2-3 месяца назад? Как рынок сейчас на все это реагирует? Ну, мы же все знаем, что не надо покупать на высоком рынке. Когда это разгоняет рынок, повышаются цены, все бегом-бегом бегут и так далее. Нужно очень аккуратно относиться к таким всплескам какой-то активности граждан. Сейчас, когда эта активность из-за, опять-таки, ВНЖ, все, не дают ВНЖ, я не поеду, все, там, все, инфляция, все, миллиарды стоят. Но, опять-таки, это не так. Не стоят все миллиарды и нормальные у нас цены. Сейчас, когда немножко есть охлаждение рынка, ну, есть оно, конечно, не буду говорить, что у нас все так же, как было, например, в феврале или, там, в прошлом году. Ну, есть охлаждение рынка. Это самый замечательный момент для того, чтобы их подобрать в классную вторичку. И также поговорить с застройщиками, потому что, ну, турки, они же все лояльны, они же все гибкие, там, его, они же любят торговаться, с ними нужно сидеть. Я, когда свою квартиру покупала давно-давно, я с ним 4 часа торговалась и выторговала очень неплохо. Поэтому, ну, везде есть определенное снижение. Но нужно понимать моменты какие. То есть штучный товар какой-то, он сильно не будет в цене проседать. Продавец готов закрыть вообще этот товар в объявлении и сказать, да я пока подожду. Ведь мы же с недвижимостью работаем. Это консервативный способ вложения, где человек понимает, что вкладывая в недвижимость, он должен будет подождать, выбрать определенный момент, выбрать определенного покупателя. Мы не на бирже играем, что завтра ночью я там куда-то нажму кнопочку и у меня там прилетит какая-то круглая сумма. Ну, нет. И риски другие, и, как говорится, и надежность другая. Поэтому недвижимости, некоторые моменты времени, они играют всегда на руку. Например, сейчас, когда рынок немножко охлаждается, можно найти прекрасные предложения по вторичке. А застройщика можно попросить сделать хорошую скидку, опять-таки, потому что в очереди не стоят. И он сделает эту скидку, и вы получите хорошую цену. А сколько она должна стоить? Вот, например, сейчас в Лимане квартира, ну, это такой один из популярных районов, ну, просто в качестве примера. Сейчас я не привязываюсь к ВНЖ, к закрытости, просто он очень близко к морю находится, например, в Анталии район. То есть он, это самый максимально близкий район, да, и вот вообще вот пони Алтырь. Можно найти квартиры, начиная от 120 тысяч. А как изменилась цена по сравнению с прошлым годом? Они тогда были в прошлом году по 120 тысяч. Где какой сильный скачок и рост? А вот в каких-то люксовых проектах, где штучный товар, там цена подросла. Где-то она подросла, ну, даже на 40% где-то она подросла. Потому что стоит комплекс 6 блоков, и она одна на продаже, никто продавать не хочет. Такой, это штучный товар, а человек хочет только здесь. Он будет вынужден заплатить больше, потому что человек говорит, я продаю на такой цене, да. А когда мы говорим про то, что, ну, все-таки там в долларах и в евро все-таки некое снижение произошло, это... Произошло. Это проявляется на стадии торга, или это от входа ты видишь просто, ну, видишь, прайсы. О, ну, то, что стоило 130, да, вот уже 115, 120. Или просто торгуйся, и тогда будет тебе счастье. Да, торгуйся, и будет счастье. Я очень люблю в этом платье казахских клиентов. У меня был замечательный пример, можно я его расскажу? Да, конечно. Приходим к застройщику. Квартира стоит 100 тысяч. Мой замечательный покупатель говорит 50. Застройщик, что такое? Как 50? 100 тысяч стоит квартира, какие 50? В течение двух часов две стороны двигались навстречу друг другу. Этот опускал тысячу, этот добавлял 10, он опускал тысячу, тот добавлял 15. На 95 они сошлись. Поэтому торгуйтесь, и будет вам счастье. Я всегда, даже когда мы вот уже сидим у застройщика, я всегда говорю, ну, вы еще, еще задавайте мне вопросы, я же не могу за вас прямо, как говорится. Да, я замолвлю слово, я предложу какие-то варианты. Потому что, как сказать, качество торга и результат торга зависит же еще от многих факторов. Берет ли человек рассрочку или нет, например. Или он готов сразу рассчитаться. То есть вот эти моменты. И застройщик всегда сделает скидку. Я еще ни одного не видела застройщика, который бы вот сказал, вот прайс-лист и до свидания. Ну, нет таких. Или он, например, хочет взять несколько квартир. И тогда еще будет скидка. Еще будет существеннее. И вот, знаете, я еще хочу посоветовать такой момент. Вот если вы нашли риэлтора, который вы доверяете ему всецело, все. Но не бойтесь сказать, какой у вас бюджет. Ну, даже не значит, что если вы назовете, что у меня есть 200 тысяч, то мы у вас их заберем. Ну, правда. Вот какая-то риэлтор в тиктоке увидела, как меня видят мои покупатели, когда я прошу выслать аванс, что я собираю вещи и валим в Аргентину, да? Ну, нет. Ну, потому что тогда, понимая, на какую сумму, от которой мы не двигаемся выше, например, мы можем вам сказать, слушайте, тут за 140 есть классная квартира. У вас еще и на мебель останется. И может машину еще купить и так далее. То есть добросовестный риэлтор, он никогда не будет. У вас сказали 200, он вам за 500 предлагает. Он не будет этим заниматься. Он будет сохранять ваши отношения, ваше доверие, вашу дружбу, когда вы ему все это объясните, что вот, ну, смотри, вот я только так. Очень часто бывает ошибка у людей, когда они тоже вот некорректно говорят. Ну, вот я тоже, когда иду в магазин купить кофе, выхожу из супермаркета с пальто. То есть я всегда покупаю что-то дороже, чем я хочу изначально купить. Ну, часто такое бывает. Всегда нравится то, что стоит немножко дороже. Поэтому нужно определить какие-то рамки, что, ну, вот у меня есть то, вот что я могу, вот хорошее прямо, чтобы я радовался жизни. А это же важно. Ведь здесь покупатели, они не покупают как основную потребность жилье, да? Они покупают дачу, там, инвестицию, море. Ну, роскошь, да, такую какую-то свою. Поэтому говорите об этом. Вы вопрос какой-то был, да, по-моему? Не-не-не, мы, собственно, про него-то рассказали. Я еще, давайте, два темы мы еще успеем с вами сегодня охватить. Все-таки не могу... Я что-то разошлась, да? Уже почти час беседы. Все нормально, все нормально. Не могу не спросить у вас. Это вопрос тоже болезненный, тоже он напугал на эмоциональном уровне многих. Почему на эмоциональном? Говорю на практическом, на самом уровне напугал. История, связанная с краткосрочной арендой, с ограничениями, как она видится сейчас вам, что реально происходит на этом рынке и какие действия, ну, предпринимать потенциальному покупателю. Опять-таки, в 22-м году, понятное дело, что подавляющее большинство потенциальных покупателей из России и Украины так точно воспринимали Турцию как место для переезда, да? Но, тем не менее, из сохранения, пусть даже не увеличения средств, а просто хранения денег в недвижимости, если еще что-то заработать, может, так совсем замечательно. Но вот закон о краткосрочной аренде, который начал действовать с 1 января или фактически с 1 февраля 2024 года, как он видится вам сейчас, что делать, на что ориентироваться и так далее? Ну, закон суров, но это закон. Мы не можем его, как говорится, корректировать. Я хочу сказать следующее, что давайте посмотрим, вот не бывает всегда какой-то одной негативной стороны. То есть логика этого закона, в принципе, прослеживается. Опять-таки с позиции, ну, можно сейчас сказать, там, отельеры продавили закон и так далее, да? Пусть все идут в отель. Ну, возможно, как говорится, да? Нет дыма без огня, возможно. Я не могу достоверно утверждать, я могу только предполагать, как это было. Но я хочу сказать, что давайте откровенно, краткосрочная аренда, она не приносит каких-то миллионных доходов, а вот проблемы головных болей она причиняет. Потому что арендатор, в принципе, это кот в мешке с любых позиций. Я одно время, два года давно-давно занималась арендой. Знаете, ну, бывает, что поселяются, например, дамы древнейшей профессии, либо же, например, красное вино разливаются на белые стены, ромаются раковины и так далее и тому подобное. То есть бывают такие случаи. С этим тоже придется собственнику воевать, как говорится. Могут возникнуть какие-то проблемы с шумными арендаторами у соседей. Ведь мы же о жилом фонде говорим. Вы хотите в жилом фонде сдавать краткосрочным квартирантам. Но не каждый хочет в целях даже безопасности, какой-то экологической безопасности, видеть людей, которые сюда приехали на две недели, непонятно какие люди. Правильно? Вот вы живете в своей квартире, у вас есть бассейн, вы платите там за его чистоту. Вы знаете, кто вас окружает, кто ваши соседи. Все, всеми уже познакомились. И вдруг к вам сразу начинают приходить бассейн, там какие-то вообще непонятные люди. Это соседям, ну, как бы вам это может не понравиться, как собственнику этой квартиры. Поэтому для того, чтобы вот такие активные туристы где-то жили, они должны жить в определенных домах, а не во всем жилом фонде. У них отдых, у них дискотека, они отдыхают. А у меня завтра утром на работу. И я не хочу, например, с соседней стены слушать вот эти вот шумы. Ведь это же не только из-за денег такой закон принимается. Жалобы существуют от людей. Мы не хотим видеть все шесть месяцев нашего долгого лета вот такой конвейер людей. Вот такой бесконечный конвейер. Понимаете? Вот это же тоже нужно учитывать, что мы о жилых районах говорим. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, вот этот кадр, когда вы сказали вот про то, что реально надо учитывать, на что обращать внимание. Тем, кто все-таки хочет на турецкой недвижимости зарабатывать, такие люди, ну, во-первых, они по-прежнему есть, а во-вторых, ну, многие просто остались с этими квартирами, да? Они продавать, может быть, и не очень хотят, потому что, ну, куда деньги девать? Серьезно же куда-то надо. Ну, я хочу вам так сказать. Во-первых, не занимайтесь туристами, и вам будет даже безопаснее и спокойнее, когда вы, например, сдадите семье, которая поселится у вас на полгода, например. Вы будете спокойно, они будут себе спокойненько жить, не доставляя каких-то проблем вашим же соседям в том числе. Закон говорит, меньше 100 дней не сдавать, поэтому заключайте контракт на срок не менее 4 месяцев. Ну, и, соответственно, не под предлогом того, что к вам на неделю приехали, а вы наподписывали 4-месячных контрактов. Там в законе тоже об этом обговаривается, в году их, по-моему, не больше 4, может быть, таких контрактов, да. То есть это будет даже вам более спокойней. Более спокойней в плане того, что у вас живут одна семья, любая проверка придет, вы спокойно сможете отчитаться по налогам по ним, показать, зарегистрировать, кто у вас живет. И им спокойнее арендаторам, и вам спокойнее. Потому что пусть занимаются туристами, специализированные компании, которые готовы заниматься уборками помещений, встречать, провожать туристов. То есть это туристический бизнес, который требует определенных механизмов. А если вы вот один собственник своей квартиры хотите сдавать посуточно, то с большей долей вероятностью вы можете даже не с государством проблемы какие-то заиметь, а с теми же людьми. И еще и убытки себе какие-то приобрести в виде разрушенной мебели и так далее. То есть этим должны заниматься специализированные компании, кто занимается краткосрочной арендой. Для этого закон ввел ряд определенных требований и еще и послаблений ввели, что там какие критерии должны быть для того, чтобы получить эту лицензию на краткосрок. То есть это в принципе реальная ситуация, ее можно получить на жилой комплекс, но тогда соседи, опять-таки, о которых я говорила чуть выше, не будут нервничать, а они тоже проголосуют и скажут, ну окей, мы идем на этот шаг. Окей. Хорошо, ну и давайте буквально несколько слов. Мы говорили, уже возвращаясь к теме изменения цен, я попросил еще до вебинара представить несколько вариантов тех объектов, которые по ее ощущениям сейчас соответствуют критерию вкусных, интересных предложений в моменте. Что это такое, что почем, на что обратить внимание. Давайте просто про эти объекты несколько скажем и потом уже будем финализировать. Я думаю, что тут много чего еще интересного, но я думаю, что мы в статье чуть подробнее, чуть шире про все это расскажем. А теперь давайте несколько предложений. Вы знаете, я выбрала несколько вариантов, там, по-моему, четыре у нас варианта, по разным городам, по разным городам, что сегодня представляется. Эти варианты, на которые я сейчас обращу внимание, они так или иначе описывают как бы какой-то усредненный концепт того, что можно получить. Вот, например, 145 тысяч евро. Пожалуйста, 600 метров до моря, две комнаты, квартира с мебелью, чистая квартира на этаже, с комплексе, с бассейном, с видеокамерами и так далее. Вот такой вариант. И таких вариантов можно подобрать по району плюс-минус 15-20 тысяч выше-ниже. Такого примерно формата квартир достаточно немало, скажем так, есть, которые можно выбрать, например, по Анталии, в хорошем районе, где будут не турецкие районы, где будут иностранцы, где будут парки и так далее и тому подобное. Вот такого плана, например. Смотрим дальше. Это уже побольше квартира. Да, это уже тоже побольше квартира. Вот такой большой комплекс. У него много блоков, огроменный бассейн. Я поставила вот в виде фотографии вот гостиную и спальню, чтобы понятен был примерно, какой ремонт, какая отделка. А хамам поставила. Не стала тут нагружать презентацию фотографий. Там еще большой фитнес-зал есть, там тоже есть охрана и так далее. То есть вот сколько стоит сейчас квартира с трехкомнатная, вот в такого плана комплексе. Мы сейчас говорим о каком-то суперценнике. Ну, я не думаю. Вот эти хорошие цены, вот этот просев этих цен. Это уже в Фитхие мы двигаемся. Это уже с видовыми характеристиками. 180 градусов панорама гор. Это будет вид на полный залив, на острова, на море. То тогда мы отсюда стартуем уже с этой цены. Потому что у нас здесь есть видовые характеристики. Пожалуйста, это строящийся проект. Здесь возможность оплаты в рассрочку. Существует до следующего июля, следующего года. Вот такой вариант. Это Алания. Посмотрите на цену. Посмотрите, какой замечательный, шикарный комплекс. С шикарным большим балконом. Вот и мебель поставили, еще ходи гуляй вальсом, свадьбу можно играть. То есть вся инфраструктура, очевидно, на первой фотографии видна. Квартира меблированная, высокий этаж, панорамные окна. Не надо ничего делать, переделывать. 99 тысяч евро, пожалуйста. Двухкомнатная квартира. И вот такие варианты вам риэлторы подойдут, подберут по любому региону, когда сейчас вот этот момент небольшого охлаждения, где действительно можно выбрать очень классные варианты. Покупка недвижимости в Турции. Это не покупка воздуха. Это покупка, которая дает вам возможность распоряжаться в полном объеме. Возможность сдавать ее в аренду, подарить, продать, как угодно ей распоряжаться. И плюс еще и доля в земле. Вот я хочу два слова буквально сказать в связи с покупкой. Вот, например, процедура гражданства. Люди вообще понимают, что это возвращаемая инвестиция. Что купив недвижимость, да, купив недвижимость, она ставится на три года в блок, но только на отчуждение. То есть нельзя определить дальнейшую юридическую судьбу вещи, то есть ее куда-то продать, распорядиться ей, да. Ее можно сдавать, можно жить самому, родственники могут ваши приезжать. Но через три года вы ее можете продать. То есть вы купили, получили паспорт. Через три года вы возвращаете свои деньги. Это возвращаемая инвестиция. Ну, какие страны вам вернут деньги? Золотую визу дадут? Скажут нет. Все у нас остается теперь навсегда. Скажите два момента тогда буквально, раз уж мы уже закругляться сейчас будем. Вы сказали о регионах. Вот ваш взгляд, ну, понятно, что у вас просто есть личные симпатии, но в конце концов в этом же нет ничего плохого. Куда бы вы рекомендовали сейчас посмотреть и почему? Потому что вариантов-то, собственно, сейчас много. Там Эгейское побережье, мраморное море. Вы знаете, если мы говорим о покупке для себя, то я все-таки рекомендую найти время приехать и посмотреть. Тем более, что, опять-таки, у каждой уважающей себя компании, я не говорю о каких-то там непонятных лицах, с которыми я веду борьбу, она всегда вам предоставит возможность встречи в аэропорту, размещения. Вы получите комфортные условия, в которых вы будете просматривать объекты. У вас никто не будет душить, принимать скорее решения и так далее. То есть, сервисное обслуживание у компании тоже существует. Найти возможность, тем более, сейчас золотая осень, жара спадает, море прекрасное, теплое, в воскресенье я вот купалась в море, ну, просто шикарная водичка. Совместить, как говорится, свое немного пребывание, такого отдыха и посмотреть варианты недвижимости. Потому что сейчас, во-первых, цены где-то можно найти, прям шикарные, во-вторых, нужно попытаться все-таки приехать. Если мы говорим после себя. Потому что, когда вы заходите, вот я всегда так говорю, покупайте то, что нравится. Ну, поживете год-два, ну, продадите, если вам что-то не подойдет. Ведь очень часто люди покупают один плюс один, живут год и говорят, мне надо два плюс один. Знаешь, классно, все, отлично, но я хочу еще одну спальню. То есть, продадим тогда, добавляем деньги, а может быть, и так продадим успешно, что и не надо будет добавлять деньги. То есть, вот не надо думать, что вы, покупая квартиру, покупаете ее вообще навсегда, на века, на тысячелетия. Ну, нет. Купите себе вариант, посмотрите, вложите деньги, они уже никуда не денутся, не будет стоить тут три рубля все. Потому что это такая особенная локация. Мы продаем море, здесь же Средиземное море, прекрасное место. Поэтому не надо бояться, что где-то упадут цены. Просто нужно в определенные периоды времени смотреть, когда что покупать. И слушать советчиков, только грамотных советчиков, а не те, которые предлагают миллион снять наличными. Понимаете? Поэтому регионы, что посмотреть? Вот все побережье, все побережье, я не могу сказать, что мне лично, так, это мое субъективное мнение. Я не могу сказать, что мне нравятся любые локации. Ну, я не могу. Просто в некоторых локациях более панорамные виды на горы. Где-то более близко к жилым районам моря, например, находится. Где-то больше песочных пляжей. Где-то большой аэропорт, и мне не нужно долго ехать. Где-то есть просто шикарнейшие совершенно закаты, как в Фитхее и у Люденис. Но понимаете одно, что вы покупая квартиру, вы находитесь, в принципе, на самом дальнем, ну, кроме Мерсина, 300-километровом расстоянии от любой локации. Вы возьмете машину, везде покатаетесь, и вы все посмотрите. Поэтому тут надо под себя. Нужен университет, нужен более-менее большой город, присмотритесь к Анталии. Нужно более такое комьюнити, ну, скажем так, на русскоязычную аудиторию ориентированно. Прекрасно подойдет Алания. Она очень красивая. У нее прекрасная линия пляжа, побережья. У нее, я была в Джик-Джик-Ли пляже. Я была восхищена просто. Бирюзовое море, как в Людениси Фитхее. Хотим британцев, едем на запад. До Мармориса, до Бодрума. Хотим что-то селебрити, выбираем Бодрум. Хочу вторую Москву, поехали в Стамбул. То есть, вот как, кому, какие ощущения, кому что нравится. Найдите время покататься, приезжайте, и здесь уже на месте вам на все недостатки, на все плюсы, все обратят внимание. Окей. Ну и давайте в разлучение. Елена, я думаю, что ваш вопрос по поводу гарантий в Турции, в случае, если объект не вовремя сдан, я думаю, что вы уже можете лично к Ине обратиться, задать ей вопрос уже по завершении вебинара. Я, кстати, попрошу контакты с Инной и ее компанией опубликовать еще раз в Тинзе. Спасибо. В канале. И все-таки вопрос такой, вот подытоживая основную нашу тему, а мы говорили в основном про ВНЖ сегодня. Вопрос от Сергея. Можно ли сказать, что раньше ВНЖ давали всем подряд, а сейчас стали требовать очень четкие документы? Все-таки вот подытоживая, вот мой рецепт, да, под мой собирательный область потенциального релаканта, кто хочет получить вид на жительство в Турции? Что я не могу сказать, что давали всем прям подряд, да, ну, скажем так, была более проще проверка документов, такая была ситуация, она была в Турции. В 21-м году. Ну, раньше еще, еще раньше. Сейчас они начали присматриваться более тщательно, и я за это, потому что я хочу жить в безопасной стране. Я не знаю, кто может сюда приехать. Давайте смотреть честно, объективно на все это, потому что я, например, Филиппу рассказывала, не знаю, нужно это рассказывать или нет, потому что я столкнулась здесь с разными эмигрантами, которые приезжали и думали, что территория города жилого, жилой застройки, где живут, опять-таки, работающие люди, школьники там и так далее, она воспринималась с некоторыми эмигрантами как территория отеля All Inclusive, где можно, извините, в любом состоянии стоять и ходить на ушах, орать разные песни, в том числе, говорится, матерного содержания. Я вот такое не хочу, например. Я хочу, чтобы вот как-то была обеспечена и безопасность, и благосостояние, потому что Турция, вот жилые районы, многие просто спрашивают, что вы были раньше в Анталии, да, был, а где вы были? Сел в автобус и его привезли в отель. Он в Анталию даже не заезжал, он не видел Анталию, например. И они думают, что вот вся Турция, это как в отеле, тут нет. Жилые районы, это не как в отеле. В отеле люди входят в полуголом состоянии, в расслабленном состоянии, потому что они на отдыхе. А жилые районы, это жилые районы. И тут по-другому надо к этому относиться. И каждый человек хочет... Кстати, наши же уважаемые соотечественники тоже права свои качают. Вот я такую прочитала информацию, что вплоть до подкрутить звук на мечетях и так далее. Знаете ли, вот я хочу тишину, я хочу покой. Это тот, кто шумел, кому вы на жетом дали, не дали. То есть все хотят безопасности прежде всего. Своим детям, себе, чтобы в любое время дня и суток я спокойно шел и ни с каким человеком непонятное происхождение не столкнулся. А это все меры. Они сдерживают поток людей, которые могут оказаться потенциально, скажем так, опасными. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я, во-первых, хочу им сказать вам огромное спасибо. Мне кажется, присоединяюсь к словам Елены. Действительно был очень приятный такой рассказ, который вышел, может быть, за рамки исключительно такого, знаете, сухой информации, но в этом, в конечном итоге, и наша цель. Инна, спасибо вам огромное. Инна Данилова, руководитель компании Inest Homes, контакты Инны на экране. Мы вам информацию, всем уважаемым зрителям о вебинаре, безусловно, еще раз отдельно вышлем, плюс материал к концу недели с выжимками, с самой важной, там уже более такой структурной информации мы тоже опубликуем на приат. Спасибо вам огромное, до встречи в турнире. Спасибо большое, что пригласили. Конечно, часовой формат мероприятия не позволяет рассказать больше, но я вас уверяю, с каждым покупателем мы очень долго общаемся, проводим огромное количество времени, вам будет интересно, мы расскажем все, что знаем, а что не знаем, узнаем и расскажем. Отлично. Обращайтесь, пожалуйста, Инна Данилова, компания Inest Homes, Филипп Березин, портал Иприан. Спасибо огромное и до скорой встречи. До свидания. До скорой встречи. До свидания.